Я включил запись. Тогда добрый всем вечер. Ну, давайте я попробую показать чуть-чуть другой пример, как выглядит стиль мудрецов. Мне просто это место очень нравится стилистически, как это выглядит. И оно позволяет понять, что происходит, когда благообразные евреи занимаются исследованием. Значит, давайте я покажу. Значит, это отрывок, я сразу скажу, что это такое будет. Это отрывок будет из Медража Баришит Раба. Значит, Медраж Раба, большой, если дословно переводить слово Раба, то большой Медраж. На самом деле, под этим названием объединено явно несколько Медражей разного происхождения. Отдельно, совершенно, скажем, Баришит Раба, это, значит, на книгу Баришит, на книгу Бытия Медраж, сборник Медражей. Он сильно не похож на, скажем, Байкра Раба, не похож на Бамедбар Раба, не похож на Дворим Раба. Все они не похожи, они немножко разные, но они объединены. Наиболее богатый, хедрый, вот именно хедрый и красивый Медраж, вообще-то, это сборник Баришит Раба. Он составлен с большим вкусом, но вот кем он может привлечь? Ну, кроме того, что там множество мыслей, они изложены, я бы сказал, несколько непривычным образом для нас, сегодняшних людей. И по этому поводу я беру, значит, десятую главу, значит, Медражи, все сборники Медражей, у них есть общее правило. Они расположены, они вообще расположены как комментарии к стихам Писания. То есть, можете считать, что Медраж Баришит Раба – это очень древний сборник комментариев, который датируется, непонятно, каким веком это датировать, но дело в том, что там есть материалы заведомо очень древние, и там указано, что от чего имени говорится. Но при этом все эти комментарии не являются комментариями в том смысле, в каком, сейчас я пытаюсь сообразить, не являются глоссами, они не являются попыткой разобрать слова. Они все касаются именно содержания. Вот это важный момент, потому что, когда, скажем, человек вроде меня занимается комментированием, то основное внимание уделяется точному пониманию слов и точному пониманию синтаксиса, грамматики и подобных вещей. То есть обычная, привычная нам форма комментирования – это именно попытка понять буквальный смысл. Так вот, Медраж Берешит Раба этим не занимается от слова вообще. И не то, что у комментаторов Талмунда не было вопросов к словам. Были, и они этим и занимаются, но в основном они этим и занимаются в других местах. Комментарий Берешит Раба – это комментарий идей и вопросов, возникающих в связи с чтением того, что читают, и какие мысли вызывают чтение. Вот теперь, после вот этого предисловия, я его сворачиваю старательно, как… Но мои учителя не очень любили теоретические рассуждения, а любили вот конкретно переходить на конкретных примерах. Конкретным примером разбирать все мысли на конкретных примерах, поэтому я действую точно так же. Итак, в этот раз разнообразие ради я на русский язык все это перевел. Если кому-то хочется, я могу иврит показать, он у меня тоже открыт в данный момент, ну такой, чтобы я мог его показать. Но, по-моему, проще с русским иметь дело для урока. Значит, 10 глава посвящена началу того, что принятой нумерацией является второй главой книги Береши, то есть Бытия. Я уже говорил, по-моему, когда рассказывал о разбиении на главу, так как разбиение на главу делали не мы, это не еврейское разбиение, а архиепископа Контерберийского, то в результате там есть некоторые странности. В результате, по идее, первые три стиха второй главы книги Береши должны вообще-то быть последними тремя стихами первой главы, потому что это седьмой день творения. Если первая глава последовательно описывает шесть дней творения, то, по идее, седьмой день творения должен находиться там же. И ясно, что на самом деле с четвертого стиха начинается новая тема, и, в общем, если расставлять главы, то, ну так как главу в три стиха мы делать не можем, по идее, может быть, имелось смысл эти три стиха выделять в отдельную главу, но мы так коротко никто не делаем. По этому поводу логично их было бы вместить в предыдущую главу, чтобы было понятно. После каждого дня творения идет масоретская пометка о абзацном отступе. То есть каждый день творения начинается как бы с новой строки. Седьмой день в этом смысле не исключение. И три вот этих стиха – это отдельный абзац. Значит, читаем просто вот, что написано. Я сразу предупреждаю, что если заниматься конкретным изучением, то там, изучением слов и разбором тщательным слов, то там возникнут свои проблемы. Но я в данном случае придерживаюсь, ну, довольно стандартного перевода. Из-за вершины были небеса и земля, и все их наполняющее. Я не очень хорошо… И все их воинство. И все их сопровождающее, давайте можно так сказать, это не важно. Значит, и завершил Бог седьмой день свой труд, которым он занимался. И покоился на седьмой день от тех своих дел, которыми он был занят. Вот такой стих. Значит, этот стих и будет в разборе. Вот отсюда. Раби спросил у Раби Ишмаэля, сына Раби Йоси. Слышал ли ты от своего отца, что значит, и завершил Бог седьмой день? Это странно. Значит, Итмаха вызывает вопрос. Так как в те времена знаки препятания нищения были придуманы, то поставить просто вопросительный знак никто не мог, а поэтому ставится слово, знак вопроса. Фраза вызывает сомнение. И вот почему. Я сразу скажу, в чем сомнение здесь. В чем проблема? Проблемы те, которые указывают, например, Раши в этом стихе, что завершил в седьмой день, означает, что в седьмой день какие-то работы делались. И их завершили в седьмой день. Но написано, и отдыхал в седьмой день, что составляет внутреннее противоречие. Либо совершил, либо отдыхал. Ответил ему Раби Ишмаэль от имени своего отца, что он слышал, как его отец Раби Йосе, говорил ему, подобно тому, как поднимают молот над наковальней еще при свете дня, опускают с наступлением темноты. Это весь ответ. Вот, чтобы было понятно. То, что сказано, это и есть ответ на вопрос. Имеется в виду следующее. Давайте теперь пытаться разобраться, что сказано. Вот, замечу. Это и есть стиль Медраша Раба. Очень короткий ответ, без предисловий, без отступлений, без попытки развести, как можно больше развести слова. А вот сказал, и понимаешь, что тебе сказано. При этом мыслит картинками вполне себе. Итак, мы представляем кузнеца. В ней кузнец. Он в пятницу поднимает молот вечером перед заходом солнца. А когда он его поднял над головой в высшую точку, наступила и начал опускаться молот, наступила суббота, и молот начал спускать вниз. И вот он спускается, спускается, спускается и ударяет по наковальне, по тому, что лежит на наковальне, уже в субботу. Вот эту картинку он отвечает на вопрос, на седьмой вопрос. Что у нас выходит? Давайте теперь смотреть, что нам отвечено. Отвечено следующее, что, собственно, молот опускается. Вот то, чем у меня, например, мои родители, мой папа учил, что когда забиваешь гвоздь, то не надо бить рукой. А бьет сила опускающегося молотка. Вот попытка бить рукой – это ошибка. Бьет молоток, а не ты. А ты просто его направление указываешь, чтобы ударить точно по шляпке. То есть, как бы моих сил в удар, ну вот, если, например, с гвоздем и молотком не вкладывается, точно так же кузнец, когда опускает молот, он не бьет изо всех, он не бьет своей силой. Он бьет силой тяжести вторым законом Ньютона. Массу умножить на скорость падения, ускорения, свободного падения. теперь к субботе. Получается следующее, что когда молот опускается, кузнец уже не работает, но при этом какая-то работа происходит без трудов кузнеца. теперь образ, который подразумевается. Завершив седьмой день, получается следующее, что какая-то работа, которая была по инерции заранее сделана, которая была сделана заранее, инерционно продолжалась седьмой день еще. Но продолжалась работа, но без вмешательств. Вот, например, такой автор, который дает философские комментарии к Миле Борисшет, Дональдс Хака Барбанель, это пятнадцатый век. По этому поводу говорит у него вот любимая концепция выглядит следующим образом. Седьмой, седьмого дня в мире стали действовать законы природы, а до этого в мире действовали не законы природы, а произвол Всевышнего, что он хотел делать, то в нем и делать. С момента, когда мир был создан, то есть суббота, это наступление, вступление в силу именно законов природы. Никаких вмешательств, ну, кроме чудес, но это одноразовое такое событие, одноразовое событие. Никаких больше чудес законов природы. Вот это и есть образ летящего могла, потому что летящий молот летит уже по законам природы. По этому поводу мы можем сказать следующее, что мир продолжает изменяться. Вот, чем характерны шесть дневных творений? В них мир непрерывно меняется. В седьмой день вы скажете, мир не меняется? Меняется, но не меняются законы природы. То есть как бы молот падает по законам природы, что-то происходит, но вмешательство свыше в то, что происходит, не нужно. По этому поводу завершил в седьмой день не то, что никаких событий в созданном мире не происходят. Происходят. Но Бог в это может не вмешиваться. Все заготовлено заранее. Вот шесть дней произошли заготовки. На самом деле, на мой вкус, здесь есть еще один комментарий, и он всюду неявно предполагается. А предполагается следующее, что седьмой день творения, суббота, он как бы был начат, вот когда начат, и продолжается до сих пор. То есть суббота, о которой говорится в начале книги Бориши, это суббота и есть наш мир. Это суббота Всевышнего. Вот это то, что здесь предполагается. Опять, я хочу здесь заметить. То, что я сейчас привел, естественно, это я домысливаю то, что здесь сказано. Это доме цхака барбанель домысливает то, что здесь сказано. А то, что написано, это то, что я зачитал. Вот все, что есть, это то, что здесь написано. По-моему, мысль достаточно прозрачна. Но обратите внимание, и это стиль мидрашей практически всех классических мидрашей. Мидраш говорит фразу, которая как бы опущена предисловия и выводы. Дана просто фраза. Дальше додумаюсь сам, что хотел сказать автор и почему он так сказал. При этом я не исключаю, что вот этот разговор раби, раби, это раби, как я уже говорил, это раби Игудаганаси, патриарх, создатель Мишны, говорил с раби Ишмаэлем, сыном раби Йоси, и разговор их был ровно вот такой короткий. Тот дал одну фразу, а дальше раби как бы додумывал сам, что ему сказали. Дальше. Встык сказал раби Шимон Бар-Йохай. Человек, да, значит, замечу, в изданиях и в рукописях Бриджит Рабаа, я читаю один параграф, нет разделения на абзацы. Разделение на абзацы сделал я сам, просто для удобства. Обычно все идет встык, идет сплошной набор, если хотите, сейчас лежит какое-то издание, какое, варшавское, да, варшавское. А, мне проще открыть прямо вот то, где я читаю. Вот видите, вот я читаю вот здесь, вот так, так и вот так подряд. Обратите внимание, никаких отступлений, сплошной текст, более того, номера разделов просто буквы там прямо посереди текста помечено, все набрано в сплошную. Значит, точек тоже не ставится регулярно, вообще никаких знаков припинания, кроме двух точек в конце каждого абзаца. не абзаца, а главы. Значит, сказал Раби Шиван Барьоха, человек плоти и крови, который не умеет точно определять время, мгновение и часы, добавляет от будни к святыне из-за сомнений. Но святой благословен он, который умеет точно определять время, мгновение и часы, не вошел или не вошел в субботу даже на волосок. Я не буду сейчас заниматься конкретным разбором фразы, почему именно так переводить надо. Значит, опять, вот, я напоминаю, Раби Шиван Барьохай отвечает все на тот же вопрос Раби. Как это завершил работу в седьмой день, если в седьмой день отдыхал? Раби Шиван Барьохай говорит следующее, что по правилам, вот теперь он ссылается просто на Галаху, по правилам суботу положено начинать за некоторое время до наступления астрономической субботы. Потому что, ну вот, если у человека нет часов, то когда начинается день, когда наступает новый день, когда наступает суббота? Ответ, когда темнеет. Когда темнеет, это несколько раз по этому поводу, ну скажем, в восточноевропейских общинах, в русской общине, например, принято начинать субботу за 18 минут до ее реальной начала и кончать ее через 18 минут после ее конца. Добавляется 18 минут спереди и сзади. В Иерусалиме, например, субботу начинают за 40 минут до ее начала. Это старый Менгак Иерусалиме. А дальше по местностям. По-моему, в Галиле принято начинать за 24 минуты что-то такое. То есть, ну вот это вопрос обычаев местных. Но обычно где-то вот это время 18 минут связано там исходит из того, что человек проходит один километр за 18 минут. Ну, миль, то магическая миля, она очень близка к километру. Почти точно. Значит, теперь, по этому поводу, что говорит Раби Шимонбар Йоханин. Мы начинаем субботу до ее астрономического начала и кончаем ее после ее астрономического конца. Почему? Потому что у нас есть сомнения, когда на самом деле точно начинается новый день. Там есть несколько разных мнений по этому поводу. Есть колебания, вот так как день начинается не по часам, а по положению солнца и положению звезд, то там есть возможность для того, чтобы было понятно. Как известно, когда говорят слово сумерки, то ведь наука хочет точных определений, что называется сумерками. Различают сумерки световые, заход солнца, гражданские, когда еще можно читать, астрономические, когда читать уже нельзя, и навигационные это когда видны 50 чем-то звезд главных. То есть как бы есть разные сумерки, и тогда вопрос, когда уже начинается день, если сумерки определены, еще нужно разобраться, что имеется ввиду. По этому поводу люди, они вот, чтобы не входить в эти споры, просто определили, что начинают субботу заведомо до ее начала астрономического. Всевышний же твердо знает времена и он завершил работу точно в мгновение, которое начинается суббота. То есть вот по этому поводу вот этот момент, когда Всевышний завершил работу и начал отдыхать, это вот этот момент как бы принадлежит и шестому дню и седьмому дню. Вот такой момент. Но вот он его точно знает. По этому поводу решения вопроса в стихе и завершил Бог в седьмой день труд, которым занимался и покоился в седьмой день, состоит в том, что в седьмой день это значит вот такой вот там есть момент промежуточный. То есть его нету на самом деле, но для математика в сечении Дедекинда тут же эта тема продолжается. Третье мнение гнева и рабонан. Гнева это имя. Не знаю, откуда завелось это имя, оно странное, но этот человек несколько раз упоминается в Талмуде, он один из первых вавилонских амараев, то есть это начало первая половина второго века, третьего века я говорился, первая половина третьего века. Гнева сказал, например, царь, который сделал свадебный балдахин, ну, свадебное помещение для пира, расписал его и разукрасил, чего не хватает в этом помещении, чтобы в него вошла невеста. Подобным образом, чего не хватало в мире субботы. Параллельно, рабонан, приводят другой пример, подобно царю, который сделал перстень, ну, с печаткой, естественно, чего не хватало еще его печати. Подобным образом, чего не хватало в мире субботы. Это третий подход к этой теме, который говорит буквально следующее. Опять, мы решаем, вот этот мидраж снимает противоречие. Каким образом в данном случае он это делает? Очень просто. Царь, вот пример гнивы, сделал роскошное помещение для свадьбы. Можно ли считать, что все сделано? Ответ «все сделано» это когда там появится невеста. Вот это появление невесты делает работу завершенной. Как человек, который входит в свадебный зал, где собираются сейчас начать свадьбу, и завершил ли он работу по подготовке? отец, который готовился к свадьбе дочери или сына, входит в свадебный зал, зал торжеств, и осматривает пустой совершенно зал, где все расписано, накрыто, цветы стоят, никого нет, можно ли считать работу завершенной? Когда он облегченно вздыхает, работа завершена? Ответ, когда входит невеста. То есть, как бы, чего не хватало мира, миру, говорит, миру не хватало смысла, который состоит в том, что мир начал действовать, как ему предписано. По этому поводу завершил работу вот в тот момент, когда наступил покой, когда ничего уже делать не нужно, можно отдохнуть, можно присесть и покурить трубочку. Это и есть завершение работы. Когда происходит завершение работы, когда мастер садится и бездельничает, когда работа принята и используется по прямому назначению. Мудрецы на самом деле говорят, подобно царю, который сделал перстень, печатью, то же самое. Они говорят следующее, что печать это чего не хватает. Пока печать новенькая, перстень с печатью, пока печать новенькая, и ей ни разу пользуются, она еще не сделана. Она сделана в тот момент, когда ее первый раз опустили и поставили печать. С этого момента печать стала печатью. До этого это новый предмет. Вот теперь опять, что не хватало миру? Ответ его использование по прямому назначению. Суббота с этого момента мир предоставлен себе, вещь готова. В тот момент, когда творец садится отдыхать, это и есть, а вещь начинает работать, с этого момента это и есть, и завершил работу, и отдыхал. То есть отдыхал, это означает работа завершена. Поэтому нет противоречия. но дальше следует фраза, которая демонстрирует на самом деле, что происходит. Вот то мое предисловие, длинное, которое было, оно вот к этой фразе не дрожжа. Вот одно из изменений, которые совершили для царя Птоломея и завершил в шестой и отдыхал в седьмой. Рассказ, который здесь вот рассказ полностью этот про царя Птоломея, он в Талмуде приведен в трактате Могила, и там рассказ выглядит так, что когда царь Птоломей собрал 70 мудрецов Израиля, с тем, чтобы они перевели для него Тору, то известно, что в экземпляр царя Птоломея было внесено несколько изменений против прямого смысла стиха, то есть перевод был исправлен для того, чтобы у царя Птоломея не было вопросов. Птоломей имеется в виду египетских естественно, царь для тех, кто не помнит истории, после войны диадохов, то есть после распада империи Александра Македонского, Святая Земля, провинция Егуда, отошла к египтянам, к египту, греческому или нестическому Египту, династии Птоломеев. И она перешла к Сирии потом, вот незадолго до начала Македонских войн, ну незадолго два поколения, но она долгое время находилась под властью именно Египта. Известная история, с которой в общем начинается рассказ о Септуагинте, то есть в переводе Торы на греческий язык. Септуагинта дословно это перевод 70, если перевести название с греческого на русский, а есть медроши, серия медрошей про этот перевод, еврейских медрошей, о переводе 70. И среди прочего существует список, который был в первоначальном экземпляре сделан для царя Птоломея изменений по сравнению с оригиналом. Этот список несколько раз в разных местах Талмуда приведен. Замечу, что ни в одном экземпляре Септуагинте, ни в одной рукописи и известной рукописи таких изменений нет. То есть дошедшие до нас варианты перевода 70 исправлены, это либо другие переводы, либо они исправлены и возвращены к первоначальному тексту. В основном это связано с тем, что эти исправления были связаны с снятием явных противоречий при чтении буквального смысла. А именно какое исправление было сделано в этом месте и завершил в шестой и отдыхал в седьмой. То есть второй стих и завершил Бог в седьмой день и покоился на седьмой день в варианте, который был предоставлен царю Птоломею, и завершил Бог в шестой день свой труд и покоился в седьмой день. Вот появление здесь вот этого высказывания в качестве комментариев замечу к этому месту указывает на одну очень важную вещь. тот, кто создает этот мидраж, отлично понимает, что для читателя, который не знаком с еврейской традицией, эта фраза выглядит внутренне противоречивой. Завершил в седьмой и отдыхал в седьмой является внутренним противоречием. настолько, что вообще лучше всего для нормальных людей это было бы исправить. Да, мы не лезем, мы не исправляем чужие тексты, это запрещено, если вы откроете вот этот список исправленных фраз, то вы обнаружите, что он не короткий, но обратите внимание, что мудрецы признают, что никто никогда не нашел нужным исправить эти места, и как было высказано по другому поводу, кто хочет ошибется, пусть придет ошибется. Это высказано в Талмуде, и по мне так это такой очень важный принцип. мы пытаемся объяснить, как правильно, но и предпочтем, чтобы все понимали правильно, но не настолько, чтобы предпринимать какие-то действия, чтобы никто не мог ошибиться. Кто хочет ошибаться, пусть ошибается. По мне, так это очень важное правило, но я подчеркиваю, что в данном случае Медраж просто поставил вот эту фразу, что здесь внесено изменение для царя Толомея, просто говорит, что вообще-то эта фраза для неподготовленного человека содержит такие проблемы. Чем все это хорошо? Предложено в данный момент три основных комментария для снятия противоречия. Один говорит, что завершение работы – это работа по инерции, а сам создатель в это время не прилагает усилий, это первое, от имени Раби Юси. Второй комментарий, что никакой работы седьмой день, надо понимать, что в точности в точке между шестым и седьмым. Кстати, Раша именно этот вариант примет в своем комментарии, он цитирует именно вот этот Раби Шимона Бар-Йохая в своем комментарии, а третий комментарий работа завершена, когда над предметом завершена, когда предмет начинает действовать и начинает использовать уже без вмешательства мастера Бога, который делал этот предмет. Значит, и четвертое замечание, которое здесь издано, тем не менее, помните, что фраза, стих требует внимательности и осторожности настолько, что для чужого человека его предпочли исправить. Далее, прямо здесь следует комментарий к следующему слову. Сказано, завершил свой труд и покоился Микольм Лахто от всей своей работы. Раби Беракхи от имени Раби Симона. Кстати, между прочим, написание от имени Раби Симона уже показывает, что записывается кем-то близким к земле Израиля, потому что в Вавилоне Раби Симон это Раби Симон. Это общее правило. Это в Иерусалимском Талмуде он Раби Симон. Симон. Ну, точно так же. В Иерусалимском Талмуде Лазарь, а в Вавилонском Элязар. Иерусалимский Талмуд регулярно пишет, как слышит, а пишет он, а слышит он, да. Произношение довольно странное для сегодняшних нас. Так вот, Раби Брах от имени Раби Симона, то есть Симона, говорит, что что значит труд? Для Всевышнего труд это лобэмэл в лобэйдиа. Не труд и не тяжкий труд создавался мир. Для Всевышнего это как бы у него с энергией все в полном порядке. Небыве сколько хочешь. По этому поводу какой труд? Почему ты здесь употреблено такое слово? А ты говоришь свой труд, завершил свой труд. Это странно, опять то же самое, это вызывает вопрос. Вообще надо сказать, что заявление, что слово «млаха» вызывает вопрос как бы ну понятно. «млаха» ремесло. Понятно, что слово «млаха» «ремесло» вообще-то я не знаю, почему раби Симон, друг слова «млаха» стал понимать как егеа, эмель в егеа. Эмель это тяжкий труд, который приносит страдания такой вот потовыжимательный. В егеа это «млаха» как бы это сказать, ну тоже я слово пытаюсь подобрать. Но опять тяжелый труд такой, спот труда. А «млаха» это вообще-то ремесло. А если учесть, что Всевышний творит мир словом, то а это общее место, и с этим никто не спорит, то какие же труды? Тем не менее, и тогда что же завершать? Продолжаю говорить, тоже у меня труды. Ответ совершенно неожиданный, который у нас подобный ответ есть в Мишне в Перке Агод, а именно для того, чтобы взыскать со злодеев, который уничтожает мир, созданный тяжкими трудами, и даровать добрую награду праведникам, которые утверждают мир, созданный тяжкими трудами. Вот этот ответ надо просто очень аккуратно понимать. Имеется в виду следующая вещь. Раби Симона утверждает, что написанное слово труды «млаха» в котором понимает значение «эмель» по идее. Да, чтобы было понятно, «киадам лээмельюлад» человек рожден для или трудов, или для страданий, как переведено в классических переводах этот стих, человек рожден для трудов, как искры для того, чтобы залетать вверх, для того, чтобы лететь вверх. Или человек рожден для страданий, чтобы как искры залетать вверх, там блестящая совершенно фраза, это с «эмель», который может быть страдания, а может быть труды, и так, и так. Оно вот такое. Словом, лоха, так понимаемый раби Симоном, что как бы мир создан в трудах, Всевышний долго трудился. Но он отвечает это удивительная вещь, потому что раби Симон в данном случае отвечает, не комментируя события Писания, а комментируя, что имеет в виду Писание, когда обозначает это так. А именно, сказано, что Всевышний трудился над миром для того, чтобы ты уважал его труд и действовал в соответствии, как он тебе сказал. То есть как бы дело не в том, что он трудился, а дело в том, что ты должен уважать этот труд. Поэтому Писание тебе говорит, уважай чужой труд, веди себя так, как просят хозяин, создавший вещь, которой ты пользуешься. Вот есть инструкция по пользованию мира, законы митцвейс и прочее. Пожалуйста, уважай труд Творца, веди себя, как он тебе сказал. Вот это говорит Робесимон. То есть как бы слово труд здесь оно является призывом к уважению этого труда. Вот где тонкость? Если до этого все комментарии, три комментария, которые говорили о отдыхе и работе в седьмой день, комментирует фактически описанные события, то Робесимон говорит не о событиях, которые были, а о том, что почему Писание выбирает такие слова. Он говорит, Писание, когда говорит, что Всевышний отдыхал от трудов, то есть он трудился шесть дней, оно призывает уважать его труд, и праведники получат награду за уважение труда Творца, а злодеи получат наказание за неуважение к трудам Творца. То есть как бы Робесимон говорит не о комментарии событий текста, а о морали, которая лежит за этим текстом. Вот это я не знаю, насколько ясно я объяснил разницу между смыслом и моралью, между событиями и моралью, но мысль, которая здесь, она вот эта. И еще вдруг один комментарий уже Раби Леви, это действительно совершенно блистательно, Коля всевышний отдыхал, то он вроде и говорит, что он завершил седьмой день работу, это означает, что в седьмой день все-таки что-то было создано. И это возвращение к исходной теме. Что же было все-таки создано в седьмой день? И отвечает Раби Леви, значит, отвечает Медраж анонимно, без ссылок, беззаботность, шан, это именно беззаботность. Для тех, кто живет в Ярусалиме, мешканоджа аноним, это самый напротив стены старого города, уже за Тамбаде, есть довольно там конца по-моему девятнадцатого века постройки, совершенно роскошные, кстати, которые были построены для тех, кто хочет покинуть старый город и поселиться вне его из-за дикой скучности в старом городе. Никто не хотел, ну, во-первых, потому что надо было жить за крепостными стенами, что небезопасно. По этому поводу сдавалось безумно дешево, это был такой сионистский проект, значит, и по этому поводу вот этот поселок назван «Жилище беззаботных», те, кто не волнуется о том, что их ограбят, и дело в том, что это еще и было безумно дешево. То есть злые языки рассказывают, что даже приплачивали тем, кто согласился там жить, потому что все-таки бросенные дома это совсем уже плохая мысль, поэтому выгодно было даже приплатить, то есть злые языки утверждают, что еще и приплачивали тем, кто там селился в начале. Сегодня в этом районе жить никаких денег не хватит, то есть мультимиллионеры только могут там себе позволить что-то купить, естественно, с видом на это самое, стены старого города, ничем не закрытые. покой, умиротворенность, шекет это тишина, но такая тишина, которая в библейском иврите слово шекет еще означает безопасность. По этому поводу раби-леви от имени раби-нагарая, это тот же раби-мэйр, утверждается, кстати, что первоначальное имя раби-мэйра исходное имя при рождении его имя Нахурай, Нахурай это Свет, Свет, так же, как и мэйр. Раби-леви от имени раби-нагарая говорит, что все время, пока руды-нагарца работали над миром, а когда и растягивал, и мял, а когда он прекратил, наступил покой, то есть, как бы в тот момент, когда, если грубо говорить, в тот момент, когда тесто посадили в духовку, оно наконец узнает, что такое покой. И это есть создание седьмого дня. то есть, как бы до этого мир не знал покоя, он непрерывно страдал, ну и так далее, от того, что его все время втягивали и вытягивали. Но последний отрывок в том же сборнике, в том же параграфе, я на тему борцов за чистоту еврита специально не стал исправлять два латинских слова, которые стоят здесь час, когда делает остатива, человек не дает донатива, а когда дает донатива, не делает остатива. Донатива, кстати, слово все знают, это донат. Вот в современном языке донат это плата, подарки, доброходные дары, да, в интернете принятое слово, это вот оно и есть, не делает подарков. То есть, когда человек делает остатива, он не дает подарков. Остатива это тоже латынь и это постановка военного лагеря на отдых. То есть, когда военным походе дается день отдыха, то это само по себе подарок, а по этому с чего им еще подарки дарить. Итак, подарок, отдыхайте, ребятки. По этому поводу либо подарки, либо отдых. По этому поводу говорится, что не так у Всевышнего он у нас отдыхал и благословил, то есть, дал миру отдых и в то же время благословил, то есть, даровал дары. Это еще один такой комментарий, который опять можете подумать, потому что, что такое благословил применительно к рассказу о творении, а именно к пятому и шестому дню, где сказано благословение. Есть о чем подумать, что имеется ввиду под этими благословениями. Ну, вот где-то так. Вот теперь то, ради чего мне показалось, что это будет правильно рассказать. Вот это многочисленный разброс мнений. Вот чем Медраж хорош? он ничего не заметает под ковер. Он ничего не заметает под ковер. Вот есть проблемы, вот проблемы. Вот наши четыре попытки решения этой проблемы. Вот честное предупреждение, что это кида проблемы. Ссылка на историю с Птоломерием. Но вот стиль Медража, вот эта краткость «сам додумай, что хочешь», и какая-то запредельная откровенность, и многообразие мнений. по этому поводу, что когда про евреи рассказывают анекдоты Тессара тоже права, я надеюсь, все его знают, то вы сами понимаете, почему раби готов понять, что все правы. Потому что он на этом вырос. он на этом вырос. И по идее все евреи на этом выросли. Что создает некоторый специфический образ, способ мышления. потому что даже тех, кто это не учил, все-таки их родители тогда это учили. И в семье вот это разнообразие мнений, оно как бы на автомате продолжает существовать. Вот это спокойствие к тому, что ответов много разных на разные темы. стиль мышления вот так в медраше тостар. Обратите внимание, в медраше на самом деле если приводится спор, есть в медраше где приводятся споры, то эти споры тоже всегда есть место этому, есть место этого. Они никогда не бывают категоричными эти споры. Они всегда как бы умно говорить слово диалектичное. Но не хочу влезать в эту тему. Вот за 7 я собираюсь прекратить дозволенные речи. Если есть вопросы, допускающие краткие ответы, я готов на них ответить. Я вот заранее говорю, я читаю Григория и Таня продолженное время из английской грамматики I have been working вы ехал это не I have это это скорее наоборот это не continuous а perfecto плюс вам perfecto за завершенное время. Я не буду сейчас входить в ивритскую грамматику библейскую тем более она отдельно от современного иврита. Библейская грамматика знает что такое последовательность времен, но она не такая как в английском языке вы ихаль вы ихулу вы ихаль это вот это вопрос является ли это для библейского иврита более точно говорить что глагол совершенного и несовершенного вида который вы ихулу это и были завершены но это несовершенный вид то есть это континиусами перфектами это передавать неправильно это по-другому надо делать я не буду сейчас входить в это это слишком ну профессиональные обсуждения пошли которые но лишние по-моему поэтому present перфект континиус нет нет это скорее я бы сказал что это перфект скорее всего мне кажется что это не перфект это вообще здесь речь я понимаю что библейский иврит это страдательный перфект это будущее время на самом деле нет оно словом оборотном оно ва иху это не ва фатаф продолжить а продолжающий в библейском иврите есть два и есть и которые соединительные я и вася и мама и мои дети пошли и пошли и поехали я не об этом а есть ва оборачивающий он стоит при глаголах отличается он наличием потаха ва и хулу он с потахом поэтому он на самом деле прошедшее время я говорю ва и халь то есть здесь как бы библейский еврит говорит о том что это как бы постоянное какое-то действие которое в общем-то как бы либо взобновляющееся действие то есть его перевести то получается и прекратит всевышнюю работу ва и халь то же самое написано с мамой воротном это завершенная форма это завершенная тут как бы само значение самого слова то есть это не прекратил на самом деле да то есть как бы это сказать или остановлена или завершена завершена я знаю как сказать есть у меня есть мероприятие которое я время от времени называю хулиганский перевод где правила литературного языка принесены в жертву всему на свете по этому поводу ва и халь значит я хочу заметить следующее значит обычно вот этот и халь да это слово коль все да все это конец да правильно то есть и закончил да но обратите внимание в ибрит к этому слову есть удвоенная форма калаль калаль это клиль совершенство то есть завершение в смысле совершенства то есть было в и хубах и шамаем в и хаарат это означает и было закончена работа над трудами по производству неба и земли и всего цвам и всего прилагающийся к ним по описи это вот где-то вот такой смысл то есть это как бы сдаточная роспись сдаточная расписка получите и распишитесь все работа завершена вот это это вот это это я Sukuna это хотел сказать я хотел сказать я хотел тут начал только говорить на самом деле я хотел тут сказать что здесь как бы идет доказательство противного того момента когда начался когда прекратился Всевышний Работа, да, то есть если мы сомневаемся в самом этом моменте, то получается, что мы читаем контекст и написано, что вся работа была завершена в шестой день, значит, проблема только установить сам этот момент, вот. Но дело в том, что... Я еще не все сказал. Значит, вот этот момент, проблема в том, что когда человек устанавливает этот момент и Всевышний устанавливает, это совершенно разные вещи. То есть здесь мы попадаем как бы в парадоксы там Зенона и Парменида, да, то есть как, когда этот момент именно, когда кончится один и начался другой. Мы никогда не сможем определить на самом деле, но поскольку Всевышний, который сам создает эти дни, то он уж точно значит, этот момент действительно он его может как бы некий абсолют, да, то есть того момента, который нам кажется опять-таки это, ну, это сложный там всякий философские проблемы, да, то есть бесконечно мало и так далее, как человек выкручивается из такого положения, да? Нет, выкручивались, вы удивитесь, выкручивались Аристотелем. У Аристотеля есть термин «теперь». «Теперь» – это настоящее время, «теперь» по Аристотелю. Это точка, которая кончает прошлое и начинает будущее. То есть, ну, правила непрерывности такой Аристотелева, непрерывности времени по Аристотелю. Понятно, это понятно. Но нам-то точку… Выходит именно так, что когда, вы обратите внимание, что когда Раша говорит «ата» – «этинь», то словом «эт» вот этим словом переводится теперь Аристотеля. То есть он знает вот это вот мгновение в точку в непрерывности. Выходили вот Дональд Схак, например, так выходят. Ну, и всех философов, которые были там. Крэспи, ой, Каспи, Ибн Каспи и подобные люди. Это все понятно. Это все понятно. Это математическое определение точки на самом деле. На самом деле, мне странен раби Шимон Бар Йохай, честно говоря. Потому что в тот момент, когда Всевышний кончил работу, то началась суббота, а не в какой момент он вошел в субботу. Мне это странно читать. Я честно говорю, мне его комментарий всегда был очень странный. У него не было проблемы кончить работу перед началом субботы. Потому что суббота началась, когда он кончил работу. Все, наоборот, он создал субботу. И вот этот комментарий, который говорит, чего не хватало мира покоя, Всевышний создал субботу. В тот момент, когда он кончил... Это самое, у нас нет проблем с созданием субботы. Проблема галахическая. Кончилось создание. Да, я понимаю, получается внутреннее противоречие. Потому что звучит парадоксально. С созданием субботы кончилось создание, но это... Это связано с абсолютом Всевышнего. Когда мы говорим о практическом, о Аллахе, то поскольку мы действительно не практические, мы никакими часами никак не можем измерить такую вот точку. Точки не существует. Она чисто в абстракции, только в мышлении существует. Из этого делается вывод, что мы должны ее начать, так сказать, раньше, чтобы не пропустить ту точку. Тогда это практическое указание на то, что, в общем, как надо человеку поступать в таком случае. А он-то начал точно, да. Мы начинаем заранее. То есть здесь как бы все понятно. Ну да, спасибо. Окей. Ну что ж. По-моему, стиль... Да, я хочу... Нет, я сказал, извините, Анна, в остальных мидрашах акцент не делает... Как раз мидраши никогда не делают акцента на понимании слов. И если вы видите в мидраше спор о понимании слов, то это не спор грамматиков. Это спор о смыслах. Мидраши никогда не... Практически никогда не опускаются до уточнения смысла слов. Они всегда говорят о смыслах, стоящих за словами. По этому поводу, когда вы обнаруживаете спор мидраша о значении слов, всегда понимаете, что за этим стоит ни слова... Мидраш не опускается до грамматики практически никогда. Он всегда говорит о смыслах. Все мидраши от самых ранних. Абаришит, раба, один из самых ранних мидрашей. Раньше него, наверное, на только галактические мидраши вроде сифри. Мидраш очень редко опускается до этого. Если вы видите спор мидраша о смысле слов, поймите, речь идет не о словах, а о смыслах реальности, которые стоят с этими словами. Это общее правило понимания всех мидрашей. Исключения бывают, но они крайне редки. Вот это не только Боришит, раба, это характерно для всех мидрашей. Не опускаемся до грамматики. Не принято в мидрашах. Вот как-то так. Окей. Ну тогда давайте прощаться до следующей, соответственно, встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Армия. Спасибо. Натан, ты остановишь запись? Натан, тебя не слышно. Натан, мы не слышим тебя. Может, он не нам говорит? Нет звука. Сейчас слышно? Ага. Ну, не важно, беседы, все. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...